Дорогих гостей встречаем пышным круглым караваем. Он на блюдце расписном с белоснежным рушеньком. Каравай мы вам подносим, поклонять, отведать просим. Хлеб, соль, да еще и щи из печи. Как встречать гостей по-старорусски, девочки из Анохина знают не понаслышке. В этом клубе они учатся возрождать забытые традиции. Я, к примеру, научилась из салфеточек. Немного отрываешь, делаю круглышочек и клеишь. И получается какая-то картинка. Это интересное занятие. В качестве учителей бабушки из клуба активного долголетия «Зыряночка». Он появился в Анохина 4 года назад. Нам иногда внуков подкидывают, мы с внуками сидим, но нам это тоже устает. И сюда мы приходим, отдыхаем. Просто отдыхаем, просто разговариваем, общаемся. Общались всегда с рукоделем, иногда проводили мастер-классы, брали на занятия внуков. Так и появилась идея создать второй клуб «Искорки». Нина Слинкина привела свою внучку и научила ткать маленькие коврики. Говорит, так родственные узы переплетаются еще крепче. Такое ощущение, что ты еще и с прошлыми, с бабушкой там разговариваешь за этим ковроткачеством. А потом, когда соткешь, какая красота, ходишь и любуешься. Ведь это сделала я. И вот мы с внучкой ткем. Бабушка мечтает, когда внучка набьет руку вместе с откать и шимский ковер. А вот Зоя Евдокимова возродила буквально семейное дело. На пенсии она вспомнила, что является потомственной ткачихой. Этот станок еще принадлежал моей бабушке. На нем ткала моя мама. Ну, я маленькая, конечно, около нее всегда бегала, смотрела. Когда мы здесь заговорили, от качества я вспомнила, что у меня в подполье лежит. Внучки интерес к станку проявляют, но до подножек пока не достают из-за роста. А еще в клубе бабушки учат вязать, делать обереги, вышивать и многое другое. Но главное для них это общение, которого так не хватало на самоизоляции. И когда встретились, и было так радостно, вдохновлено, столько много эмоций, да? Все такие радостные, что мы наконец встретились. Вот и стали планировать, а что можно вот туда, сюда и вот. В ближайших планах отметить День пожилого человека. 11 октября посетить вместе спектакль «Тартью» в Тюменском драмтеатре.